Эти ворота можно назвать прощальными. Именно отсюда из центра временного содержания иностранных граждан выдворяют и депортируют нелегальных мигрантов. Сейчас здесь 198 человек. На территории России они находятся незаконно. Подобный комплекс в Гулькевичском районе единственный во всем Краснодарском крае. Сюда также привозят нарушители из Адыгеи и Крыма. Иностранные граждане содержатся в центре в пределах 2-3 месяцев, как правило. Зависит это от необходимости изготовления для них документов, позволяющих пересечь государственную границу. С начала года в Краснодарском крае выявили свыше 20,5 тысяч нарушений миграционного законодательства. Нелегалы чаще всего работают на стройках и в сельском хозяйстве. Тема стала главной на заседании регионального совета безопасности, который провел губернатор. Вениамин Кондратьев застрыл внимание на том, что борьба с незаконными мигрантами начинаться должна с их работодателей. Нужно жестко действовать и пресекать нахождение в крае нелегальных мигрантов. Но, на мой взгляд, нужно намного жестче действовать, потому что не тем, у кого они работают. Намного жестче, потому что вот те, кто их приглашает, они в первую очередь источник проблемы. Но если мы их, в первую очередь, жестко накажем, жестко, тогда, я думаю, что нелегальному мигранту просто негде будет работать. Проблема, в первую очередь, в работодателях, которые предоставляют работу нелегальным мигрантам и тех, кто за ними стоит. Чтобы устранить одну из причин появления нелегальных мигрантов, это, в первую очередь, рабочие места для них, Вениамин Кондратьев дал поручение лишать региональной поддержки тех фермеров, которые незаконно устраивают к себе таких сотрудников. Кроме этого, в администрации края появится новая структура, занимающаяся миграционной политикой. В ее обязанности, в том числе, будет входить обеспечение взаимодействия между всеми профильными ведомствами. Миграционная политика должна все-таки быть политикой. И не отдаваться на откуп ни одному из органов. А в совокупности мы должны вместе эту миграционную политику сегодня выработать. И она должна быть понятной и прозрачной. Я соглашусь с тем, что сегодня ведущие страны мира тоже привлекают мигрантов. И в Россию исторически приезжали иностранцы для работы. Но надо и понимать, что кто приезжал. Приезжали на самом деле ученые, архитекторы, конструкторы. А давайте посмотрим, кто к нам едет. В этом-то и вопрос. И что они у нас будут делать. Поэтому должна быть, безусловно, структура в органах власти исполнительной, которая будет все это аккумулировать, понимать и готовить предложения. Каким образом нам сегодня реализовать в крае миграционную политику. Незаконная миграция не только удар по экономике региона. Ведь доходы от теневой деятельности могут достигать сотни миллионов рублей. Но и вопросы безопасности. С начала года зафиксировано свыше тысячи преступлений с участием иностранных граждан. И самое тревожное здесь, что граница между добропорядочным человеком и нелегалом может легко стереться. Вчера, когда заехал, значит, он по документам, с патентом, работы. Прошло время, документы все закончились, и он стал уже нелегальным мигрантом. И никто его не ищет. И сколько их у нас в крае, сегодня очень сложно сказать. И орган прокуратуры, я вам скажу, тоже более тысячи нарушений в действиях только должностных лиц было выявлено по данному направлению. Серьезного регулирования требует и рынок труда в Краснодарском крае. На сегодняшний день в регионе легально работают больше 70 тысяч иностранцев. При этом половина из них по выданным трудовым патентам. Но насколько в таком объеме зарубежных рабочих рук есть реальная потребность, тоже вопрос грамотной миграционной политики. Венимин Кондратьев уверен, необходим детальный анализ ситуации. Приоритет за вакантными местами должен оставаться у местных жителей. Прежде чем выдавать патенты или, допустим, квоты просить, давайте поймем, какая нуждаемость сегодня в рабочих местах или просто в вакансиях жителей края. Это приоритет. И если на самом деле жители края не нуждаются в вакансиях, они туда устроены, безработица равна нулю, тогда пожалуйста. Пусть мигранты приезжают и заполняют те ниши, которые не заполняются. Алексей Сергеевич, мне нужна стратегия. Вот стратегия с конкретным алгоритмом движения в области контроля на основании миграционного законодательства. Поэтому давайте подойдем еще раз взвешенно. Давайте подойдем с пониманием ответственности лично за то, кого мы пускаем в край. Еще раз подчеркиваю, нелегальных быть вообще не может, а легальных должны быть на учете. Усилить контроль над каналами нелегальной миграции на территории Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил и руководство Главного управления внутренних дел по региону. За год количество проверок в ведомстве снизилось почти на треть. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Александр Иванов, Кубань-24, Краснодар.